Кто такие Ротшильды и как европейская династия финансистов сумела на протяжении многих поколений остаться богатейшей в мире? Сегодня я хочу вам рассказать о том, как зарождалась и развивалась династия Ротшильдов, но при этом хотелось бы по возможности избежать всего, что касается конспирологии и теории заговора. В конце этого видео я разыграю для наших подписчиков книгу Фредерика Мортона «История династии могущественных финансистов Ротшильды» с моими личными пожеланиями, а также подведу итоги нашего прошлого книжного конкурса. Основатель династии Ротшильдов Майер Амшель Ротшильд родился в еврейском гетто в городе Франкфурте в семье мелких торговцев. Его отец был ювелиром именялой, звали его Амшель Мозес Бауэр, всего лишь крестьянин по фамилии в переводе с немецкого языка. Мальчик был способный, им его отправили учиться на Равина в город Нюрнберг. Но получилось так, что родители умерли, прежде чем обучение завершилось и платить было нечем. Майер нашел себе место клерка в городе Ганновери и хотел уже отправиться туда, но по какой-то причине все-таки решил вернуться в родной дом в город Франкфурт. И, похоже, сделал это не зря. Кстати, про дом по легенде фамилия Ротшильда происходит от того, что в те времена, в далеком 18 веке, когда нумерацию домов еще не придумали, дома обозначались значками. И на доме отца Майера висел красный щит, Ротшильд, в переводе с немецкого языка. И вот так вот оно и повелось. В 1764 году Майер обосновывается во Франкфурте после незавершенной учебы и вместе со своими братьями начинает торговать поношенной одеждой. Second hand на нашем современном языке. И перебирая сундуки с ветошью, со старой одеждой в карманах, он находил изредка монеты, которые стали его самой настоящей страстью. Причем страстью возвышенной, потому что Майер пристрастился к коллекционированию монет со всего света. Поэтому днями напролет Майер торговал поношенной одеждой, а по ночам создавал каталоги из диковинных монет и каллиграфической вязью, выводил их истории и названия. И на свою небольшую, конечно же, зарплату от своей основной работы Майер постоянно пополнял свою коллекцию. Но в какой-то момент он понял, что нужно в этой жизни что-то менять. Собрался с духом и разослал письма некоторым благородным дворянам немецким с предложением ознакомиться с его коллекцией диковинных монет и может быть что-то приобрести. Некоторые из богатых людей откликнулись и стали приглашать Майера в свои дворцы и замки. Но его воспринимали скорее как такого шута и клоуна, который устраивал шоу, показывал какие-то свои диковинные каталоги с монетами. При этом еще и пел и плясал и что угодно делал для того, чтобы найти покупателей на свой товар. И некоторые действительно покупали. И дела у Майера пошли постепенно в гору. Уже через пять лет он довольно твердо стоял на ногах, купил меняльную лавку, а еще и выгодно женился на девушке Гутле, которая была дочерью ростовщика. Интересно, что не просто было в те годы во Франкфурте в еврейском гетто получить разрешение на брак, чтобы, как говорила официальная оппозиция, не плодились нищие евреи. И все-таки у молодых людей это произошло, потому что оба они уже к тому моменту имели достаточно хорошее финансовое положение. Дела Майера пошли в гору, когда он сумел попасть в круг придворных финансистов и банкиров герцога Вильгельма Гессенского, одного из самых богатых на тот момент европейских монархов. Он занимался двумя видами бизнеса. Во-первых, он давал деньги в долг, причем кредитовал как королевских особ, так и простых промышленников и торговцев. И во-вторых, герцог Вильгельм сдавал в наем армию. И эта услуга пользовалась большой популярностью, потому что в те времена европейцы любили повоевать и в том числе повоевать между собой. Поэтому иногда войско наемные Вильгельма сражались между собой, потому что их брали в наем конкурирующие стороны. Между тем, у Майера и Гутли родилась дюжина детей, из них выжили 10 и половина, пятеро были мальчики. Причем мальчики, как говорят воспоминания современников, были очень способными с самого детства. Сразу научились считать, буквально быстрее, чем говорить. С самого раннего возраста знали ассортимент всех лавок в родном городе и наперебой советовали отцу, где можно что выгодно купить, чтобы потом перепродать. Естественно, они пошли по стопам отца и стали его помощниками. Мальчики выросли и разъехались по разным городам и странам. Так Натан отправился в Англию, где вел дела с поставками сукна из Манчестера, очень успешно. А четверо других мальчиков остались в Европе, разъехались по разным городам и обслуживали займы, которые давал герцог Вильгельм. Все шло хорошо, пока Наполеон не задумал стать властелином мира. Но, собственно, после этого дела пошли у Росшильдов еще лучше. Наполеоновские войска были очень заинтересованы в том, чтобы получать выплаты по долгам, которые полагались герцогу Вильгельму. Потому что, как я уже сказала, у него были действительно очень отлично налаженные бизнес-схемы. Вильгельм бежал в Прагу спешно, наполеоновские войска заняли дворец. И перед самым отъездом герцог Вильгельм оставил именно Майера, старшего из Ротшильдов, самым главным по своим финансовым делам. И дальше творились абсолютно невероятные вещи, достойные того, чтобы стать сюжетом для приключенческого фильма. Потому что четверо братьев Амшель, Соломон, Кальман и Якоб разъезжали по всей Европе. И буквально из-под носа у налоговых служб Наполеона уводили деньги герцога Вильгельма и поставляли их, собственно говоря, ему. Но, правда, в дороге они не очень-то торопились, потому что успевали еще и отдать эти средства в какие-то краткосрочные займы, провернуть их, либо купить товар, перепродать его по более высокой цене. А задержки с поставками финансов Вильгельму они объясняли, конечно же, тяготами военного времени. При этом Натан Ротшильд, который, как я сказала, осел в Англии, организовал масштабнейшую сеть контрабандной торговли в Европу, которая находилась под наполеоновским игом, и поставлял через ла-манш партии кофе, табака, хлопка и других товаров, естественно, не без помощи своих братьев и отца. То есть семья вела какую-то фантастическую финансовую деятельность, полиция периодически наведывалась в их все тот же скромный дом в еврейском квартале Франкфурта, где их встречала пожилая пара Майер и Гутли и сетовала на то, что вот жизнь такая грустная, дочери вышли замуж, сыновья разъехались по Европе, мы вот занимаемся торговлей, деньги, конечно, какие-то есть, но вот не бог весть что. Это было, показывали полиции свои бухгалтерские книги, где действительно ничего подозрительного обнаружить было нельзя. А все потому, что вся тайная бухгалтерия, уже тогда сформировавшаяся династией Ротшильдов, хранилась во втором тайном подвале, да еще и в зашифрованном виде. И даже не все члены семьи знали о существовании этого тайного подвала. В десятых годах 19 века Ротшильды были уже очень богаты, и во многом это стало возможно именно благодаря тому, что пятеро братьев были разбросаны по миру и создали такую невероятную логистическую цепочку и, кроме того, супербыструю курьерскую сеть, а информация ценилась всегда. Но в те времена поставка ее была достаточно сложным моментом. Ходят слухи, что Ротшильды использовали голубиную почту, а также у них в распоряжении были сотни лихих наездников, которые действительно очень быстро передвигались, знали все секретные маршруты. И вот эта вот конная почта, а также, кстати говоря, и судоходная почта Ротшильдов пользовалась огромной славой и обрастала легендами. Говорят, что даже монарши-особы обращались именно к Ротшильдам, когда нужно было срочно доставить какую-то суперсекретную информацию, потому что считали, что их курьерская сеть намного надежнее, чем королевская. Очень классная история произошла 18 июня 1815 года, когда герцог Виллингтон, то есть Англия, победила Наполеона при Ватерлоо. Как я сказала, у Ротшильдов была супербыстрая курьерская сеть, и Натан Ротшильд в Лондоне первым узнал эту информацию благодаря своим быстрым наездникам. И тогда он пришел на лондонскую биржу, встал у колонны, которая позже стала называться колонна Ротшильда. Сначала стоял с непроницаемым лицом, а потом начал сбрасывать бумаги английских компаний, английских облигаций федерального займа, причем огромными пакетами и по очень низкой цене. Напомню, никто еще не знал об исходе сражения, и все знали, что Ротшильд всегда обладает информацией. Если он продает, значит, наверное, Англия проиграла Наполеону. На бирже случился обвал котировок, и, естественно, когда английские бумаги уже отдавали за копейки, агенты Ротшильда скупили все, буквально, что только можно было. К утру, только следующего дня, курьер Веллингтона добрался до Лондона и сказал, ребята, мы победили. Тогда, конечно же, котировки английских бумаг взлетели до небес, и говорят, что за эту ночь Натан Ротшильд стал богаче на 40 миллионов фунтов. Старик Ротшильд до этого примечательного момента не дожил. Он скончался в 1812 году, но оставил очень важное для дома Ротшильдов завещание, которое, по сути, и позволило династии сформироваться и быть такой крепкой. Он заявил, что управление фирмой переходит в руки его сыновей, которым предписывается всегда действовать сообща, защищая интересы друг друга. При этом в дальнейшем руководить компанией могли только наследники мужского пола, а дочери и их мужья не имели права становиться партнерами и получать доступ к документам. При этом майер Ротшильд наложил запрет на публикацию данных о размере состояния дома, и, кстати, до сих пор это требование соблюдается. Он сказал, что не будет прощения тем из моих потомков, кто пойдут против моей воли, и, по сути дела, предписал создать самую настоящую династию. И, кстати, интересно, что в доме Ротшильдов очень распространены династические браки, то есть, когда мужчины Ротшильды брали в жены людей из своего клана, женщины своего клана, либо двоюродных сестер, либо племянниц, для того, чтобы деньги не утекали из семьи. Ротшильды были уже фантастически богаты и прочно вошли в мировую политику. Так, историки считают, что тот факт, что вместе с возвышением Ротшильдов, Европа на долгое время отказалась от кровопролитных войн, был связан именно с тем, что Ротшильды быстро смекнули, что войны – это очень плохо для капитала и для стоимости активов. Им больше нравилось жить в мирное время, когда проблемы решаются именно финансовыми и экономическими методами. Но, собственно, богатство еще не давало Ротшильдам самого главного дворянского титула, и в высшем свете их принимали все-таки немножко скептически, слишком простоватыми по манерам они были. Но в ответ на несколько финансовых услуг в 1817 году Австрия все-таки пожаловала пяти братьям дворянства и баронский титул. На гербе дворянском Ротшильдов был нарисован кулак, сжимающий пять стрел – это символ единства пяти братьев, а также герб предполагал наличие короны, льва, орла, единорога и прочих королевских символов. Так что, несмотря на то, что, конечно, австрийцы были немножечко смущены такими королевскими, по сути дела, амбициями Ротшильдов, но были вынуждены утвердить и такой герб, потому что с Ротшильдами ругаться никому не выгодно. Собственно, к середине 19 века Ротшильды стали мировой элитой в полном смысле этого слова. И дальше немножко сложно рассказывать о том, как развивался клан, потому что слишком большой он стал и слишком большую роль они играют сегодня в мире, причем абсолютно во всех аспектах, не только в экономическом, потому что среди Ротшильдов есть и коллекционеры, и экологи, и политики, и, конечно же, банкиры. Кстати, интересно, что президент Франции нынешний Эммануэль Макрон свою карьеру начинал именно в банке Ротшильдов, и там он считался таким же талантливым в финансах, как и Моцарт. Но вот мы видим, что сегодня Макрон стал президентом Франции. По всей видимости, какая-то протекция, какой-то бэкграунд у него есть. Если вам интересно, то я могу подготовить позже отдельное видео о том, как живут Ротшильды сегодня и как они влияют на мировую политику и экономику. Если это так, то поставьте лайк под этим видео и напишите об этом в комментариях. Я буду рада это сделать. Но сегодня я хотела вам рассказать именно о том, как зародилась и сформировалась династия. Я надеюсь, что у меня получилось. Меня сама эта история очень восхитила и заинтересовала, удивила. Поэтому хочу сегодня разыграть книгу «История династии могущественных финансистов» для тех, кто хочет немножко больше подробностей узнать. А это, я вас уверяю, очень увлекательно. Для того, чтобы поучаствовать в нашем конкурсе и получить книгу с моим личным пожеланием для вас, пожалуйста, проверьте, что вы подписаны на канал, поставьте лайк, нажали на колокольчик на нашем канале также и напишите любой абсолютно комментарий. И через неделю мы объявим имя победителя. На прошлой неделе, друзья, мы разыгрывали книгу Михая Чексент Михаи «Поток». И я хотела бы объявить имя человека, который получит эту очень мотивирующую и настраивающую на правильный такой созидательный лад книгу. И им становится наш подписчик, которого зовут, вы не поверите, Максим Горький. С комментарием, пожалуй, пора прочитать эту книгу и узнать, как стать счастливым. Максим, надеюсь, что это ваше настоящее имя. Пожалуйста, напишите нам на почту info.sobaka.investfuture.ru, чтобы мы могли отправить вам книгу в подарок. Поздравляю с победой и спасибо всем, кто участвует в наших конкурсах. Давайте продолжать, потому что впереди еще много интересных розыгрышей. Спасибо, друзья, что вы досмотрели это видео до конца. Я надеюсь, что вам было интересно. Подписывайтесь на канал и оставайтесь с нами в наших следующих видео. С вами была Кира Юхтенко и команда проекта InvestFuture.